Добрый день, меня зовут Виктор Прутьянов, и мы с вами продолжаем изучать язык фрилог и микросхемы FPGA. На этой лекции мы продолжаем с вами конструировать микропроцессор, и сейчас мы с вами поговорим об инструкциях условных переходов. Давайте поговорим о том, что вообще такое инструкция перехода. Начнем с того, что инструкция перехода делится на две категории. Это инструкция безусловного перехода и инструкция условного перехода. Что такое инструкция безусловного перехода? Это такая инструкция, которая позволяет изменить порядок выполнения инструкции. То есть за этой инструкцией будет выполняться не следующая, а какая-то, которую мы укажем в качестве операнда. Это инструкция перехода. В противоположность к безусловным переходам есть условные переходы. Это то же самое, только изменение порядка выполнения будет осуществляться в зависимости от выполнения какого-либо условия. Я думаю, что по определению очевидно, что такие команды можно использовать для имплементации конструкций while, for или, например, if-else из языков высокоурованных. В ядре RISC-V, в 32-битном, команды переходы представлены двумя инструкциями j-a-l и j-a-l-r. Мы чуть более подробно об этом поговорим позднее. Условные переходы представлены большим количеством разных вариантов. Тут их 6 штук, и отличаются они именно этим условием, которые проверяются при их исполнении. Сейчас о них поговорим более подробно. Значит, команда условного перехода. Значит, вот здесь изображено, какие бывают варианты. 6 вариантов. И надо сказать, что все эти 6 инструкций, они относятся к формату TypeSB. Что это значит? Значит, это означает, что вот такой вот формат. Значит, по аналогии, как мы обсуждали формат Type-I, здесь примерно все то же самое, только поле с непосредственным значением, оно вот более сложно здесь расположено. То есть тут сначала идет 12-й бит, затем с 10-й по 5-й, а вот 11-й бит, он, например, вот здесь находится. То есть не так тривиально собрать, собственно, вот это число. Но это не очень сложно все равно. И, значит, что такие команды нам позволяют делать? Значит, они делают все 6 штук, все 6 команд делают следующее. Значит, если для двух 32-битных слов из регистров RS1 и RS2 выполняются условия, то к счетчику команд PC, Program Counter, появляется смещение offset, которое является знаковым числом. То есть оно может как увеличить Program Counter, так и уменьшить. Значит, о каком, собственно, условии речь? Вот здесь у нас 6 разных инструкций, и, значит, они обозначаются следующие. Значит, инструкция b e q, оно проверяет равенство, то есть branch if equal. Значит, b e – это неравенство, b l t – это меньше, b g e – это больше либо равно, и две оставшиеся, это уже меньше и больше либо равно, только выполнены для беззнаковых чисел. u от слова unsigned. Значит, вот все вот эти 6 инструкций можно использовать для того, чтобы выполнить различные сравнения по-разному. и можно заметить, что, значит, команды эти отличаются полем только func3, в котором, собственно, и закодировано вот это вот условие. Значит, что еще нужно отметить? То, что поле s im, оно содержит знаковое смещение, то есть offset, только он записан там не в байтах, а он как бы измерен в двухбайтных словах. То есть для того, чтобы преобразовать это число как бы в байтовое смещение, нужно дорисовать еще один нолик. Значит, это как раз таки можно заметить тем, что вот здесь вот как бы самый наименьший бит – это единичка. То есть подразумевается, что ноль мы допишем с вами самостоятельно. Вот, ну и здесь есть небольшой такой маленький совсем пример, как можно воспользоваться инструкцией, например, branch if not equal, то есть который проверяет неравенство. Значит, если мы пользуемся с вами ассемблером, то мы можем вместо смещений во все это использовать, использовать метку. А ассемблер уже подставит смещение от вот этой команды до метки. То есть в таком случае здесь получается будет минус 2. Давайте посмотрим, что нужно упоминать в коде микропроцессора, чтобы добавить туда инструкции условного перехода. Значит, ну поговорим, как это сделать на примере инструкции BNE. Значит, мы должны с вами в оператор кейс внутрь добавить вот новый такой случай, который будет опять делать все, в принципе, что мы уже делали, практически ничего нового. То есть он должен собрать, значит, непосредственное значение. Вот здесь достаточно громоздкое такое выражение. Да, это связано вот со спецификацией. Значит, для того, чтобы с вами выполнить, значит, вот это условие, как я уже говорил, это неравенство. Значит, как это можно сделать? Напоминаю, что у нас с вами есть такая вещь, как альфметикологическое устройство, и можно, в принципе, его заставить нам с вами проверять это условие. Каким образом? Напоминаю, что у нас есть такая операция, как XOR, которая применяется к операндам, и, значит, ее результат равен единице тогда, когда A не равно B, и 0 в обратном случае. Поэтому мы с вами возьмем и поставим на шину ALUOP, значит, значение такое, чтобы она выполняла операцию XOR. И, кроме того, заведем с вами еще один провод, который нам с вами скажет, является ли текущей инструкцией, инструкцией условного перехода. Вообще говоря, вот это слово branch, это от слова, наверное, многие догадались, ветвление. Ветвление имеется в виду, что когда у нас идет, значит, какой-то поток управления, и проверяются условия, да, то есть есть два варианта алгоритма. То есть вот имеется в виду вот это ветвление. Мы поговорили о том, как поменять устройство управления, как изменить декодирование инструкций. Теперь поговорим о том, как нужно поменять ядро. Значит, мы с вами добавили провод под названием branch, который говорит о том, является ли текущей инструкцией условного перехода. Теперь ей с вами воспользуемся. Кроме того, мы заставили арифметико-логическое устройство выполнять операцию XOR над операндами из регистров. Значит, на выходе, если RS1 не равно RS2, то есть это именно то условие, по которому должен осуществляться условный переход при исполнении инструкции BNE. Значит, если два регистра друг другу не равны, операция XOR над ними, она даст какое-то число, не равное 0. И, собственно, для этого мы сделаем отдельный провод, назовем его результат сравнения, MPRS. И он нам с вами, вообще говоря, будет говорить, нужно ли осуществлять переход или нет. Но тут не все так просто, да. Значит, нам нужно еще проверить, была ли текущая инструкция, инструкция перехода. Поэтому мы сделаем вот здесь логическую операцию AND. И, кроме того, нам с вами нужно определить, в какое место производить переход. Значит, делать очень просто. Мы берем текущее значение Program Counter и прибавляем к нему, значит, непосредственное значение, в котором у нас, напоминаю, находится смещение. И, кроме того, теперь нужно, значит, следующее значение Program Counter ставить не Program Counter плюс один, как раньше, а в зависимости от того, происходит ли переход или не происходит. Ну, это делается вот таким вот образом. Значит, давайте посмотрим на программу, которую мы теперь можем с вами исполнить на нашем микропроцессоре. Вот, например, такая программа несложная, которая исполняет алгоритм, который вычисляет числа Fibonacci. Например, вот первые 12 чисел. Значит, тут нам все уже инструкции знакомы. Это, по сути дела, инструкции сложения и сохранения в память, которая здесь использует MemoryMapped.io, о котором мы говорили несколькими лекциями ранее, которая нам с вами позволяет выводить информацию на, например, семисегментный дисплей. Значит, алгоритм, я думаю, несложен. То есть мы на каждом шаге вычисляем следующее число. Вот таким вот образом. И предыдущие два члена последовательности, они лежат в регистрах T1 и T0. Значит, мы результат кладем в регистр T2, затем его выводим, затем меняем местами числа в регистрах. И, значит, увеличиваем счетчик. И вот тут уже нам понадобится наша новая инструкция BNE, которая может проверить, не равен ли счетчик максимальному значению, которое мы вот здесь установили. и если равен, то исполнение продолжится до, значит, метки finish. То есть, в принципе, все закончится. А если нет, то исполнение пойдет снова на, как здесь написано, метку next. То есть сюда. Таким образом, пока, значит, счетчик не просчитает вот node до 12, мы будем выводить каждый раз следующий элемент последовательности. И он будет попадать на 7-сегментный дисплей. Значит, если мы запустим симуляцию такого кода в симуляторе Carus Relog, и, значит, оставим вывод таких вещей, как значение программ-каунтера, значение провода, который мы с вами сделали branch-taken, который говорит о том, произошел переход или не произошел, и, значит, событие сохранения памяти. То есть, то мы, значит, увидим вот такую вот вещь. То есть вот так вот все это происходит. Некоторый, значит, кусочек вот этого лога. Ну и здесь можно заметить, что вот мы выводим каждый раз следующее число из последовательности. 3, 5, 8. Ну и здесь можно заметить, что после инструкции BNE оказывается, что, значит, должен произойти переход. Здесь вот так же выводится, куда должен произойти переход. И вот если, например, в этот момент значение программ-каунтера было A, то следующее будет target. То есть переход доступляется сюда, и значение становится равным 5. вот. И так до, значит, самого конца. Значит, что еще полезного можно уже сейчас сделать с помощью инструкции BNE, ну и, в принципе, с помощью инструкции условного перехода. Можно сделать такую вещь, как задержку. Для чего она нужна? Ну, во-первых, если мы запустим ту программу, о которой мы сейчас говорили, на FPGA, то есть это уже совершенно реально, потому что мы, значит, выводить умеем, да, с помощью инструкции SV данные на семисегментный индикатор, то у нас все числа быстро посчитаются, и мы в самом конце увидим только число, значит, под номером 12. Ну, это не так интересно. Было бы интереснее последовательно их, значит, с каким-то паузами видеть на индикаторе. И для этого можно вставить задержку после вывода. Вот здесь команда вывода. И задержку можно сделать очень вот таким простым способом. Взять какой-нибудь регистр, значит, в самом начале загрузить в него ноль, и во время задержки организовать вот такой вот цикл с помощью инструкции BNE, который будет туда добавлять число, например, 128. Почему 128? Ну, если мы работаем на частоте 48 МГц, то, значит, до числа 2 в 32 мы досчитаем, значит, и прибавляя по 128, мы досчитаем примерно за 700 миллисекунд. Ну, такая достаточно комфортная задержка. Вот. И, значит, если мы это вставим, мы увидим, значит, последовательно числа от, значит, от первого до последнего. Вот. Кроме того, можно, например, в самом конце вставить тоже, например, какую-нибудь инструкцию перехода, которая будет все время отправлять нас в начало программы, и тогда мы будем циклически видеть все числа, а не останавливаться на последнем. Это тоже можно без проблем сделать с помощью вот этой инструкции. Давайте теперь поговорим про инструкции безусловного перехода. Значит, что здесь меняется? Во-первых, здесь всего две инструкции. И первая называется JAL. Это расшифровывается как jump and link. А вторая называется JALR. Расшифровывается как jump and link register. Ну, начнем с первой. Что она делает? Она передает управление на адрес PC plus смещение, так же, как и инструкции на букву B. Но, кроме того, она сохраняет адрес следующей инструкции в регистр RD. То есть после того, как осуществился такой безусловный переход, в регистре RD у нас с вами будет сохранено то место, откуда мы перешли. Для чего это можно использовать? Это можно использовать для функций. То есть можно с помощью инструкции JAL перейти на какой-то адрес, в котором начинается функция. Затем, после того, как она закончится, перейти назад на ту инструкцию, которая следовала за инструкцией JAL. И, собственно, существует такая псевдоинструкция call, которая во многих случаях разворачивается в инструкцию JAL. Значит, что здесь надо отметить? Так же, как в случае с инструкциями B, E, Q, B, N, E, значит, по поле непосредственного значения оно содержит знаковое смещение, которое тоже рассчитано в двухбайтных словах. То есть нужно еще, например, дописать ноль, чтобы пересчитать в байтах. Значит, теперь поговорим про инструкцию JAL. Значит, она делает то же самое в смысле, что она тоже сохраняет адрес регистр RD. Кстати, как раз именно это и называется словом link. Но она прыгает не на PC plus offset, она прыгает на тот адрес, который сохранен в регистре RS1 плюс offset. Значит, по поводу непосредственного значения здесь все точно то же самое. Но надо еще отметить, что вот тот адрес, который получится в результате сложения RS1 и смещения, он должен быть выровнен на границу двухбайтного слова в меньшую сторону. Давайте поговорим о том, как эти инструкции безусловного перехода можно использовать. Рассмотрим для примера программу, уже написанную на SQC, уже не на ассемблере, которая делает то же самое, вычисляет последовательность Fibonacci, как и на ассемблере мы это с вами делали. То есть она в цикле, вычисляет каждое следующее число и выводит его с помощью memory mapped.io в адрес 0x20, и результат попадает в семисегментный индикатор, как мы это с вами уже обсудили. Для того, чтобы нам было удобно загружать эту программу, нам, как мы уже с вами говорили в лекции про симуляцию, нам нужно иметь метку start, с которой начнется выполнение программы, то есть так называемая точка входа. И для того, чтобы можно было эту программу просимулировать, нам хорошо было бы иметь метку finish. Значит, с помощью пакета RISC-V binutils, который у нас с вами есть, Linker, Linker позволяет нам с вами, как бы, в каком-то смысле склеить эти две программы. То есть вот это написано на ассемблере и вот это написано на C. Та часть, которая написана на ассемблере, что она делает? Здесь все вообще-то тривиально. Она, значит, с помощью псевдоинструкции call, которая, как уже говорилось, это JL на самом деле. Она вызывает функцию main, которая определена вот здесь. То есть она просто запускает эту программу. А когда эта программа закончится, тут в конце на самом деле будет инструкция red, но мы это чуть дальше посмотрим, которая является инструкцией JLR. То есть red – это тоже псевдоинструкция. И она вернется туда, на тот адрес, который был сохранен вот этой инструкцией. А адрес – это, получается, адрес вот этой инструкции плюс, значит, одна позиция, то есть вот эта. То есть PZ произойдет сюда. То есть вот эта программа, которая называется loader – это просто загрузчик, по сути дела, вот этого кода. Значит, вот здесь написано, как это все можно собрать. Ну, то есть это не очень сложно. Нужно с помощью GCC скомпилировать код на языке C, вот в этот объектный файл. Затем с помощью ассемблера собрать вот этот ассемблерный код, значит, получить еще один объектный файл. И с помощью линкера их соединить в один файл. Значит, здесь указан вот этот ключ – минус ttext. Это для того, чтобы выровнять точку входа, то есть метку start и, соответственно, начало секции текст, то есть секции с кодом на адрес 0x1000. Это просто для того, чтобы удобнее было потом читать дизассемблерный код. Чуть дальше поговорим, почему не важно, какой там адрес. Давайте посмотрим, какой ассемблерный код получится при дизассемблировании этой программы. Значит, это можно сделать с помощью программы OVGDAMP. Что мы здесь видим? Мы видим, что результат, он как бы состоит из двух частей. Та, которая появилась из файла ассемблерного loader.js и та, которая появилась из, собственно, файла tishnum, в котором записан алгоритм. Значит, здесь происходит вот этот самый call на метку main, то есть визов функции main. И каким образом это здесь записано? Здесь используется инструкция jarl, которая сохраняет в регистр ra, расширается как return address. сохраняет туда, получается, адрес вот этой инструкции, то есть 1004, но переходит на адрес 1008, как здесь даже нам с вами подсказывает программа OVGDAMP на метку main. Но нужно понимать, что переход осуществляется, на самом деле, не на адрес 1008, а на адрес PC плюс 8, потому что все-таки все вот эти смещения, они как бы относительные. Вот, то есть переходит, получается, вот сюда. Значит, что здесь дальше можно увидеть? Здесь, собственно, такая же инициализация, как и в нашей с вами ассемблерной программе. Также можно видеть вот это сложение, которое, значит, вычисляет значение нового элемента последовательности. Затем вывод через memory map.io. После чего можно увидеть, что здесь точно такая же вот эта, значит, смена значений в регистрах. И с помощью псевдоинструкции BNEZ, которая расшифровывается как branch if not equal to zero. И вообще говоря, это на самом деле инструкция BNE, которой мы тоже пользовались, которая сравнивает регистр там какой-нибудь и нулевой регистр и прыгает на какое-то смещение. То есть это сравнение регистра A4 с нулем. То есть, по сути, то же самое, что мы с вами делали. И, значит, прыгает она. Вот здесь написано, опять-таки, адрес 1014, но на самом деле это не 1014. Это записано, опять-таки, как смещение. И вот нам тут опять-таки подсказывают. Это main плюс 0xc. То есть это вот это место. То есть это, вообще говоря, цикл for. Вот он. Ну, то есть такой же цикл, как и мы с вами писали на ассемблере. Но можно заметить, некоторые преимущества вот этой программы перед нашей, это то, что здесь используется на 1 меньше регистров. Каким образом? У нас с вами в одном регистре лежал счетчик, а в другом его максимальное значение 12. Здесь в счетчике сразу лежит 12, и просто каждый раз не прибавляется, как у нас, а вычитает значение, пока результат не ставим равен нулю. После чего происходит инструкция red, которая является на самом деле псевдоинструкцией, которая представляет собой JALR на регистр RA со смещением 0. А в регистре RA, напоминаю, лежит адрес вот этого вот места. То есть происходит возврат вот сюда. Ну, то есть это ровно то, что мы написали на языке C, что, в принципе, более удобно, чем писать на ассемблере. Вот, значит, таким образом что получается? Если имплементировать на языке верлог команды BNE, получается JAL, JAR, все остальное у нас уже было, то можно запустить уже вот эти какие-то нетривиальные программы на языке C. И результат загрузить в FPGA и, значит, видеть вот эту вот последовательность. На этом у меня все. До встречи на следующих лекциях. КОНЕЦ